В частном сельхозпредприятии OrganicLand начались полевые работы. Особенность нынешней хлеборобной компании в том, что земледельцы попробуют выращивать часть продукции полей без удобрений и средств защиты, чтобы получить экологически чистый продукт, рассказывает директор сельхозпредприятия Александр Климук. Ну, в принципе, к весеннепривым работам мы готовы на процентов 90, можно сказать. Обеспеченность средствами защиты у нас 100%, обеспеченность семенами около 90%. Удобрения для начала весеннепривых работ и имеются. Дальше закупаем, работаем. Все, в принципе, техника вся готова. То есть остались небольшие доработки, которые нам, в принципе, не мешают начинать работать и работать дальше. Но уже начали полевые работы? Да, уже и подкормка рапса зерновых идет, уже и пахота идет, и культивация, и работы идут уже длятся. Все своими силами исправляете? Все своими силами, естественно. Настроились, отдохнули за зиму, настроились, поэтому пора поработать уже. Что-нибудь стратегическое меняется в отделу и почве и так далее? Нет, пока все остается прежним. Будем смотреть уже, более дорабатывать ту технологию, которую мы начали развивать пару лет назад. Чисто дорабатывать. Так по культурам все остается, как и прежним. Культуры классические, кукуруза, рапсы, зерновые, которые востребованы на рынке, пока что все так. Ничего нового не придумали. Только новое, что мы начинаем органическую земледелие. Тысячу полей в органическом земледелии начинаем работать. Что это такое? Это называется обработка почвы и работа без удобрений, без химикатов, без средств защиты. Выращивание культур. Чисто экологически чистой культур. А как же, без органики даже или без органики? Нет, органика, навоз, естественно, будет, но он тоже должен быть сертифицирован как органически чистый. Без добавок, без ветеринарных препаратов, без антибиотиков, всего такого. Чисто органически. Но урожайность это не скажется? Нет, урожайность, конечно, скажется. Но тут вопрос уже не по урожайности, а вопрос по безопасности питания, безопасности самого продукта конечного. Поэтому наша цель, хоть немного, но сделать качественный продукт, который безопасен для всех, для детей, для взрослых, для тех, кто желает. Естественно, продукт дороговатый будет, но он будет качественный. Если зерно переработаем дальше в крупу, в спирт и все остальное, в муку, это будет качественный и экологически чистый продукт. Наша цель – это забота о здоровье человечества и всех людей. Работа о человеке. Сколько люди могут заработать в день на весновых полевых работах? В зависимости от вида работ, естественно, если вы уже ехали целыми днями работаем, то больше 2000 все получают. Там уже идет 2-3, как у кого, кто на подкормке, кто на проходе, разные виды работы. А уже в поле кормите или нет? Нет. Начнем кухню свою откроем через неделю. Подготовка есть, подготовились, сделали ремонт, осталось продукт закупить и приготовить еду.